Привет, друзья! С вами Quick.ru, я Андрей, и у нас сегодня заехала в студию новиночка конца 2016 года от компании Nokia, Nokia 2. Смартфончик мы сейчас сегодня распакуем, потом возьмем несколько дней, протестируем и, может быть, сравним с кем-нибудь из конкурентов. С кем? Напишите сразу в комментариях, с кем вы хотите, чтобы этот смартфон протестировали, сравнили. Наверное, напрашивается сразу в сравнении с Nokia 3, которая вышла и достаточно интересная, удачная моделька. С кем еще? Xiaomi, Meizu? Пишите в комментариях. Самый популярный смартфон мы возьмем и обязательно в своем обзоре сравним, скажем так, расскажем впечатления от каждого этого смартфона. Компания Nokia позиционирует этот смартфон как в первую очередь достаточно долго живущий. В нем батарейка на 4100 мА, что при очень высокой цене неплохой показатель. И смартфон с достаточно неплохим экраном. Ну, давайте посмотрим. Вставляется телефон на такой вот красочной коробочке компактной. И здесь у нас сразу идет перечисление основных характеристик этого смартфона. В первую очередь большая батарейка на 4100 мА, 5-дюймовый HT-LTPS экран. Алюминиевая рама в данном случае, не корпус. Ну, с процессом, конечно, подкачали. Это Qualcomm Snapdragon 212, 4G и камера на 8-5 Мп. Откроем коробку. Телефон в пленочке. Мы его отсюда достанем. Пока поставим его включаться. Ну, в данном случае смартфон у нас в черном цвете. В России пока доступно два цвета. Вот такой еще беленький. Есть еще вроде как с такой медной рамой в черном цвете тоже. Ну, по сути, как у Nokia 3, у 5 и 6 фирменный цвет Nokia. Но в данном случае мы отметим сразу, что смартфон практически разбирается. Задняя крышка пластиковая, она снимается. Здесь у нас несъемная батарейка на 4100 мА еще раз, да. И как раз здесь две сим-карты можно будет поставить. Отдельно карту памяти. Это большое преимущество над какими-нибудь конкурентами. Например, от Xiaomi или от Meizu. Где нужно выбирать. Но работает он, конечно, очень неторопливо. Это сразу замечаем. Здесь они, кстати, на коробке не написали. Но у нас здесь всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти. И, конечно, в паре с процессором Qualcomm 212 много ожидать от него не стоит по производительности. Так, ну вот он включился. Давайте сначала рассмотрим, что осталось в коробке у нас. Здесь у нас макулатурка, гарантийный талон. И еще макулатурка. Зарядное устройство, причем на 2 А, хотя смартфон вроде как не поддерживает функцию быстрой зарядки. Кабель. И вау! Ребята, Nokia сюда положила наушники. Дешевый телефон. Да, это таблеточки. Проверим качество звучания. Есть микрофончик, но так иначе приятно. Так, сам телефон. Пожалуйста, вот так вот он выглядит. Ну, что могу сказать. По первым впечатлениям очень приятный экран. Под углами не воцветает. Ни сверху, ни снизу, ни сбоку. Но дизайн, ну, на самом деле, учитывая ценовое профессионирование смартфона, выглядит он неплохо и в руке лежит симпатично. Металлическая рама передает ему такое ощущение монолитности. Хотя задняя крышка, нужно ее закрыть нормально. Но с точки зрения дизайна здесь выделить особо ничего не получится. В общем, этот телефон мы со всех сторон покрутим, потестируем и с кем-нибудь сравним. Но, на самом деле, с ценовой диапазона сюда сразу подходит, кто у нас. Xiaomi Redmi 4A, Samsung G1. Кто еще? В общем, в комментариях пишите. Мы все эти смартфоны сравним, потестируем. Nokia симпатичная и понятно, на что они здесь упирают. В принципе, про то, что они писали. То есть, это батарея, это экран. И я, вроде как, отметил неплохую камеру. Но как получится по факту, мы обязательно вам расскажем в полном обзоре. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк. Всем спасибо. С вами был Андрей, QG.ru. Всем пока.